МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Елена, мы в прошлый раз с вами остановились на теме водоснабжения. Расскажите, пожалуйста, я знаю, что есть такие очень интересные факты в истории развития и Черногорска, и Абакана, которые вы уже в одной из своих работ отразили, насколько я понимаю. Спасибо, Наталья, за такую возможность рассказать зрителям, телезрителям. Такой насущный вопрос. Чем, в первую очередь, интересен этот вопрос, что город, как я уже в прошлой передаче говорила, расположен в отдалении от естественных источников воды. Раньше возили в Черногорск воду до 1931 года, она была привозная. В середине 30-х годов зашли в более глубокие водоносные пласты угля, и там уже потребовалась водооткачка, водоотлив и так далее, с применением уже электрической энергии. А вот именно в середине, в начале существования поселка Черногорские копии, и вот до 1932 года, мы можем точную назвать дату, 4 марта 1932 года был запущен Черногорский водопровод. Он именно был забит в районе Улуса-Подкуня, подкунинские, то есть это современность Бакан, и он был протяженностью 8,6 километров. В принципе, в Абакане, да, это только в середине 60-х годов появился первый водопровод. И вот к вопросу о том, что доставляли его именно с Устебака на воду, был такой так называемый в народе паровоз кукушка, привозил воду в цистернах, затем водовозы развозили ее по улицам города, и самое интересное, что вода была не бесплатная, покупали талоны, и норматив был в Черногорске. Я сейчас про Черногорск говорю, я имею в виду, что 30-летний промежуток отделяет от водопровода создание из Черногорска в Абакане. Здесь, видите, в городе река, источник воды, а там все-таки засушливая степь. И поэтому вот этот норматив, 10 литров воды на одного человека в сутки и 40 литров, если у тебя есть крупный рогатый скот. И люди долгое время вот этим нормативом пользовались. Так скажем, хватало хозяйкам даже и постирать, так скажем, белье, и полить там огороды и так далее. Если учитывать, что в принципе все современные города, не исключение наш город, в основном заселялся жителями из сельской местности, и даже существует такой термин, как руроризация городов. То есть люди привносили с собой сельский образ жизни в города, и поэтому, в принципе, все мы знаем. Обеспечивали других горожан, да? Да, но это не тот рабочий класс, который формировался на протяжении нескольких столетий. Даже в Европе и в европейской части России у нас не было, извините, так скажем, там, ремесленников и так далее. То есть люди, будущие крестьяне, бывшие, вернее, крестьяне, приходили на заработки, забывали уголь. В первые годы существования черногорских копей люди приходили только зимой на заработки, а летом они уходили, извините, на огороды, на покос и так далее. То есть это был вот такой, так скажем, так называемый отхожий промысел. То есть в свободное время они приходили на заработки в город. Вахта. Вахта, да, своего рода. И вот именно, ну вот, 32-й год мы уже имеем водопровод. Значит, его история интересна. Тут приехали Томский индустриальный институт, специалисты под руководством профессора Коровина. Именно они заложили вот именно водоснабжение в районе, вот, как я уже говорила, Улуса-Подкуня. Так. А затем, значит, так как в связи с увеличением численности жителей водопотребление возрастало, а затем забили уже в районе Скировки дополнительные скважины, уже там было до 200 кубических метров добывалось воды. Но все равно, вот, читая газеты конца 50-60-е годы, острая нехватка с водой, засоленность почвы, то есть вообще соленоватая вода. И вот эта острая проблема, особенно жителей 9-го поселка, поселка 8-й шахты, 7-й шахты, это отдаленные районы города. Вот она стояла очень остро, и вы знаете, вопрос был решен очень так интересным способом. В 60-м году специалистами Горводоканала Красноярска была заказана экспертиза, значит, нужна была для будущего производства комвольно-суконного комбината очень легкая вода. Так же, как она нужна была для будущего сахарного завода Усть-Абакани и для гидролизного завода. И поэтому специалисты по главе, значит, эту экспедицию Хайбулова и Мольский возглавлял. Вот эти специалисты исследовали, пробурили 23 скважины общим метражом, там более 400 метров, и они сказали, вода на этих территориях, она непригодна. Здесь воды нет, да. Именно для пищи и для хорошего производства. И поэтому они углубились в пойму реки Абакан, и вот сегодняшний водозабор для города, так же, как и для Абакана, он осуществляется вот здесь, в междуречи, так скажем, Абакана и Енисея. А возник он в те еще годы. Да, именно вот благодаря вот этим изысканиям, понимаете, и именно на глубину более, то есть 45 метров, это артезианская, хорошего качества вода, именно благодаря будущему производству была возможность найти месторождение подземных вод, пригодное для человека, так скажем, для производства технического. И, знаете, 2 скважины Черногорска сделал, 4, если не ошибаюсь, скважины Абакан забил в этом месте. И вот это месторождение до сих пор называется в литературе Черногорское месторождение подземных вод. И поэтому качественная вода, вот благодаря этому... Черногорск обязан качественной водой. Да, Абакан обязан Черногорску, так скажем, качественной водой, но в течение времени... А всем и промышленному этому нашему узлу. Да, и вот удивительно, что вообще, если начать вот эту историю изучать, то сеть водопроводная города, знаете, она очень обширная, очень запутанная, и там, конечно, существуют определенные сложности в связи с тем, что этот объект, так скажем, стратегически, очень много секретного, ну, я не раскрою никаких секретов, скажу, что я, в принципе, ими сильно не обладаю. Около 400 километров водопроводная сеть города, очень сложная. Но тут, знаете, проблема еще маленечко другая возникает в связи с тем, что это искусственный такой привнесенный источник воды, и люди, так скажем, септики сливают, поливают огороды, то есть технические нужды используют. Очень много, в связи с тем, что наша почва такая гигроскопичная, очень много попадает в грунтовые воды, в естественные, вот этой привнесенной воды. И поэтому в Черногорске возникает другая ситуация, поднятие грунтовых вод. В 68-м году была закрыта водоразборная вода в районе Усть-Бакана, они прекратили насосы выкачивать воду, и плюс были закрыты шахтные, и вот эта вот дисперсионная воронка, она дает о себе знать. Елена, но вы рассказали о засоленных почвах. Есть еще один интересный факт, что очень многие территории, и как раз вот этот показатель на них существует, засоленные почвы, да, вот это интересный такой термин. Соответственно, и не каждое дерево, не каждое растение может в Хакасии расти. Есть у вас тоже работа, посвященная именно этому направлению. Я предлагаю вот к нему обернуться. Все-таки историю делают люди, и благодаря людям, каким-то, чьим-то решениям, то есть город, вот, и Абакан, и Черногорск, он утупает зелень. И вот эта вот проблема, значит, благоустройства, озеленение, она для наших степных, так скажем, районов очень хорошо сделана. Знаете, началось озеленение в 30-е годы, потом, значит, это было планомерно, плюс работало неаграрных, вот сейчас называется, неаграрных проблем, то есть вот в районе Зеленого. Там была исследователь Лиховит, она, знаете, районировала около полутора тысяч деревьев только. Вот районировала, это очень интересный термин, который не всем нашим телезрителям знаком. Я предполагаю, что это как раз вывело новый вид, да? Нет, она опытным путем сделала возможным то, что будет жить в наших условиях, с нашей водой, на нашей почве, в наших условиях климатических, потому что климат резко-континентальный никто не отменял, засушливость летних месяцев, особенно мая-июнь, никто не отменял. И поэтому, вот знаете, вот сейчас очень много происходит слов, вот акция по посадке деревьев, особенно хвойных. Понимаете, хвойные — это не эндемик нашего региона, особенно степи уйбацкой, извините. Поэтому мало того, что посадить дерево, за ним еще надо и ухаживать. И вот очень примечательный советский именно опыт посадки деревьев. Знаете, только по отчетам за 60-й год в Черногорске было высажено более 18 тысяч деревьев за летний период. Вот какие деревья у нас произрастали на территории города Черногорска? Ну, на территории Черногорска вообще ничего не произрастало, да. Кстати, очень большое количество вяза, да, но вы знаете, что он занесен в Черную книгу. То есть это, так скажем, захватчик. До 80-х годов вообще в Хакасии не было. А вообще это несколько видов тополей, очень хорошо приживалась Акация. Какая красивая аллея на улице Советская в городе Черногорске из елочек. А вот эта отдельная история, это тоже удивительный факт. Эта аллея была, значит, заложена Германом, фамилия у него Герман, житель города, ему больше 100 лет, он живет сейчас. В Германии как раз. И вот я хочу сказать, что именно он был инициатором посадки этой аллеи. И она удивительная, но опять же, как специалисты говорят, она требует, она может погибнуть. Там ее надо за ней ухаживать, определенную влажность, мыть от сажи, от которой мы, увы, никуда не денемся, там с помощью специального зеленого мыла и так далее. Поэтому надо беречь то, что нам досталось ухаживать, и ничего нового, так скажем, не изобретено. Все уже надо немножечко просто углубиться и посмотреть, что делали наши предки. Елена, с вами время в программе летит очень быстро и эфирное. У нас осталось буквально несколько минут, поэтому я предлагаю рассказать еще о каком-нибудь самом интересном факте из истории города Черногорска, но совсем коротко, буквально в одну-полторы-две минутки. Уложимся? Ну, какой факт, знаете, ну вот я уже сказала про людей. Ну вот, вот этот, знаете, всегда вот этим, вот этой даже передачей хочу переломить мнение обывателей, да, о городе, который, ну, что уж греха таит, все многие называют Чикаго, да. Ну, есть налет у нас вот этого криминальности, но мы, так скажем, не виноваты в этом, виновата система. Когда-то с помощью, извините, этих заключенных, которые в системе город... Которые оседали в городе, освобождались и оседали в городе. Да, они оставались. И так называемая морганализация населения, да, потом это химики, они, конечно, дают о себе знать, но, в принципе, вот город, он как котел, он перемалывает своим, таким, знаете, суровым рабочим нравом, он у многих людей. Но были же и положительные у нас моменты, и вот это положительное качество, они до сих пор, давайте возьмем область культуры, возможность образования, какие у нас был, какой дворец пионеров, кузница, так скажем, и развитие творческой молодежи, где вышли очень хорошие хореографы. Возьмем знаменитую хореографа. Манькину, Кислицыну, это, знаете, школа. Российские известные имена. Это выучились, так скажем, их дети уже, все служат на благо, так скажем, культуры нашей, не только региона, республики, они уехали из-за предела. То есть вот это, так скажем, знамя в хорошем смысле культурного такого опыта города, он тоже немаловажен. Но также у нас, что мы можем из положительных взять, кроме культуры? Специалисты горные, это же тоже определенный пласт интеллигенции. Это специалисты, оканчившие Иркутский горный институт, Ленинградский горный институт, Амичи. То есть это тоже определенный род такого прослойки интеллигенции, которая работает на многих предприятиях, ученики. Ну что еще можно сказать? Ну и плюс, то есть это, знаете, можно... Продолжать можно долго. Продолжать песню любви к своему родному городу Черногорск. Да, но я хочу сказать, что те, кто жил когда-то, я думаю, что у всех только доброе, светлое, хорошее чувство вызывает город. Вам большое спасибо, что вы нашли время, пришли к нам в программу и рассказали о славном, любимом вами, ну я думаю, всеми жителями этого города Черногорске. Позвольте поздравить вас в завершении программы с юбилеем вашего родного города, ну и, конечно, пожелать ему, конечно же, процветания. Вы все для этого делаете, вам за это еще раз спасибо. До встречи. До встречи. Спасибо, Наталья. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вопрос дня». Увидимся в эфире канала РТС.